это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня в поисках матильды специалисты службы по контролю за безнадзорными животными вернули сбежавшую тигрицу обратно вольер но возможно ненадолго льготники за свой счет за несоблюдение графика движения автоперевозчики ответят рублем я люблю и значит я живу в рязани прошел вечер памяти владимира высоцкого тигрицу матильду сбежавшую из вольера вернули на место никого из случайных прохожих она к счастью не покусала но вот сам факт того что полосатый хищник может спокойно прогуливаться по улицам рязанского микрорайона дягилева заставил рязанский областной суд обязать управлению росприроднадзора ужесточить правила впервые жители рязанского микрорайона дягилева тигрица матильда испугала еще в апреле прошлого года случайные прохожие в окне одного из частных домов по улице авиационная увидели вот такую картину возможно зверь просто играл но многим показалось что хищник рвется на свободу впрочем на запросы местных жителей с просьбой оградить их от полосатой угрозы реакции не последовало на этот раз все было куда опасней тигрица сбежала из вольера прямо на улицу полицейские блокировали ее в одном из оврагов но ближе подходить не стали значит сбежавшая матильда ее как называет она сидит сейчас в канаве здесь ее мы чуть-чуть отцепили цепили по сообщениям в соцсетях из вольера матильду выпустил надсмотрщик выходец из республики средней азии якобы хотел сфотографироваться с травмами он был направлен в больницу а поимкой избежавшего хищника занялись специалисты муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными говорят справились двумя дротиками со снотворным так все она спит 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 опа не надо она изначально когда только уснул у него больше шансов проснуться тигрицу отправили в вольер но уже сегодня рязанский областной суд выдал предписание приокскому межрегиональному управлению росприроднадзора пересмотреть свое разрешение на содержание дикого зверя в домашних условиях напомним по результатам рассмотрения обращений заявителю а это был председатель правления жк дягилевский был дан ответ о том что нарушений требований природоохранного законодательства в действиях владельца тигра не установлено животное не подвергалось насилию нормально питалось ему оказывалась необходима медицинская помощь однако на угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей кооператива росприроднадзор внимание не обратил определением рязанского областного суда решение росприроднадзора было признано незаконным и на него возложена обязанность повторно рассмотреть обращение по факту содержания тигра и устранить допущены в ходе проверки нарушения оттуда же из дягилева пришла и еще одна неприятная новость следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек однако причиной гибели скорее не криминальная а бытовая подробности в следующем материале трагедия произошла в одном из домов на улице забайкальская и 24 января в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее дочери предварительная причина смерти отравления угарным газом по данному факту московским межрайонным следственным отделом города рязань возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 уголовного кодекса российской федерации оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц следователями криминалистами следственного управления произведен осмотр места происшествия изъято газовое оборудование необходимая документация назначена судебно-медицинские экспертизы в настоящий момент по уголовному делу следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего а также сбор и закрепление доказательств в ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям лиц отвечающим за внутридомовое газовое оборудование в том числе и тем кто должен следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в этом доме напомним в ноябре 21 также в дягилево семья из четырех человек получила отравление угарным газом тогда правда обошлось без жертв а вот в этом деле без криминала не обошлось любовная драма развернулась в поселке дубрович еще в августе 2022 правда если обычно под драмой подразумевается любовная перебранка то в этот раз дошло дело до рукоприкладства и не только это скорее уголовная чем романтическая история произошла в середине августа в селе дубровичи мужчина и женщина выпивали на террасе супругами они не были даже жили порознь просто проводили августовский вечер вместе как друзья когда вино стало действовать пара видимо поняла что на террасе засиделась поэтому подружеские по очереди сходили в душ а встретились спальни и как в плохих драмах в этот момент в комнату вошел гражданский муж а вот кавалера карающая рука сожителя не коснулась тот вывернулся из-под удара обвиняемый же ударе в свою любимую благополучно скрылся взяли его чуть позже уже в ходе следствия стало ясно что ссоры у сожителей явление частое мужчина когда-то уже получал условно за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице да судимость уже погашена статья осталась в прошлом а вот привычки видимо не поменялись впрочем времени подумать у ревнивца теперь будет предостаточно в колонии коммерческих перевозчиков в рязани будут лишать льготных субсидий за нарушение графиков движения об этом на правительстве заявила глава рязанской администрации елена сорокина по словам губернатора павла молкова жалобы на работу маршруток в вечернее время продолжается уже несколько недель жалобы на несоблюдение графика движения автоперевозчиками поступает каждый день 65 и 6 маршруты наверху этого скандального списка губернатор назвал такое нарушение обязательств вопиющим в мэрии практически все инциденты признали сход с линии автобуса номер 6 назвали техническим а вот что касается частников то в качестве мировоздействия на них предложили нерадивых перевозчиков наказывать рублем что касаемо коммерческого транспорта действительно уже несколько недель на повестке работа транспорта вечернее время несоблюдение графика движения для того чтобы повысить ответственность коммерческих перевозчиков за соблюдение графика в целом и движи за соблюдение графика движения вечерние часы принимаем следующее решение ставим в прямую зависимость выплату субсидий за перевозку льготных категорий пассажиров то что в наших силах в прямую зависимость от соблюдения графика движения в том числе вечерние часы другими словами если перевозчик не выполняет график движения вечер не соблюдает график движения вечерние часы он льготников перевозит за свой счет не соблюдение обязательств нужно прописывать в контрактах, считает Павел Молков, чтобы была финансовая ответственность. Во всех следующих конкурсах все это будут прописывать на бумаге. Нужна система фиксации нарушений и реакции на них властей. Все-таки надо на часы пик особое внимание обратить, чтобы транспорт чаще ходил. Понятно, что сейчас возможности чуть меньше, чем до того момента, как мы получим новый транспорт, но все равно работу усилить. Дети едут на учебу, с учебы взрослые, на работу и с работы. Тем более сейчас зима, это особенно актуально. Поэтому добивайтесь, пожалуйста, выполнения графиков. Весной Рязанский автопарк пополнит 49 автобусов. Все конкурсные процедуры пройдут в феврале, а вот само поступление намечено на май-июнь. Хаос на линии к этому времени совершенно точно будет не нужен. Губернатор Павел Молков сегодня в соцсетях призвал жителей активней поддерживать инициативу по присвоению Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». Напомним, отдать свой голос можно на одноименном сайте «Рязань город трудовой доблести.рф». На главной странице находится счетчик учета. Там уже больше 44 тысяч голосов. В прошлом году это почетное звание получили 9 городов. Что оно дает? В городах трудовой доблести устанавливают стеллу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 и 9 мая и в день города. Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассматриваются Оргкомитетом Победы после экспертного заключения Российской Академии Наук. Наш город абсолютно и полностью по праву это звание заслуживает. Великую Отечественную Рязань была надежным тылом. Здесь готовили офицеров, здесь лечили раненых, снабжали армию продовольствием, боеприпасами, работали самоотверженно. У нас в регионе 256 тысяч человек получили медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. То есть рязанцы внесли огромный вклад в победу. Я сам проголосовал, это предельно просто. Заходим на сайт, через госуслуги авторизуемся и голосуем. 25 января исполнилось 85 лет со дня рождения актера, музыканта, автора и исполнителя собственных песен Владимира Высоцкого. В память об этом гениальном человеке в лесопарке провели творческий вечер. Марина Влади в своих мемуарах вспоминала, как по поводу приезда ее мужа в Лос-Анджелес была организована вечеринка, на которую собрались крупнейшие голливудские звезды эпохи. Рок Хадсон, Пол Ньюмен, Грегори Пек, Роберт Де Ниро, Лайза Миннелли. Высоцкий исполнил несколько своих песен. Актеры не понимали по-русски ни слова, но были зачарованы энергетикой певца. Творчество Владимира Семеновича очень многогранное. Здесь можно увидеть и сатиру, и какие-то глубокие любовные переживания. Поэтому в разные этапы своего жизненного пути человек может прийти к той или иной ветке его творчества, найти для себя что-то интересное, что-то новое. Плюс ко всему, лично я считаю, что до творчества Владимира Семеновича иногда нужно дорасти. Мы можем его не понимать иногда, не откликается у нас что-то в душе. Но потом, спустя время, мне кажется, любой человек находит для себя песню, стихотворение, какое-то, может быть, театральное его выступление и обязательно вот где-то в груди царапнет и оставит след. В память о Высоцком по всей стране проходит множество мероприятий, не стало исключением и Рязань. В лесопарке собрались любители его творчества, пели песни, читали стихи, обсуждали некоторые факты из жизни. Ведь биография поэта и исполнителя сама по себе похожа на драматический фильм. Концепция сегодняшнего мероприятия – это встреча старых добрых друзей, это уютный такой квартирник. Эх, раз, да еще раз, еще много-много-много-много-много. Эх, раз, да еще раз, еще много-много-много раз. Рязанский лесопарк давно стал центром притяжения для рязанцев. Здесь можно прогуляться с детьми, для них организовано много интересных локаций, позаниматься спортом в центре под мостом, выпить чаю, покататься на велосипеде, а также прийти вот на такое мероприятие. Я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте 3wgorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова